Продолжение следует... Продолжение следует... Пришло и сказала «Добрый день», что уже не видно. Тогда я повторю те ссылки, которые для нас имеют значение. Одну минутку. Вот ссылки, по которым можно посмотреть следующее. Во-первых... Так, сейчас я отмечу их красным цветом, чтобы они отличались от всех остальных. Вот. Значит, первая ссылка – это расписание наших вебинаров, по которому можно записаться на все вебинары, которые состоятся вплоть до середины июня текущего года. И вторая ссылка – это наш видеоканал на YouTube, в котором будет размещена запись текущего вебинара. Ну и вообще, все записи всех наших вебинаров вы можете найти на нашем канале на YouTube. А сейчас я хотел бы представить вам два наших вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Завтра состоится вебинар, который проведет Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании «Директ Медиа». Называется вебинар «Так, достаточно провокационно. Интернет как болезнь культуры. Анамнез и диагноз». И второй вебинар проведет наш приглашенный эксперт, заместитель директора компании «Гиперметод» Дмитрий Кречман. Это уже его четвертый, нет, прошу прощения, это его третий вебинар среди тех, которые он собирается в нашем цикле прочесть. Достаточно специфическая, но очень интересная тема. Тинкан – как использовать технологию в образовательном процессе и зачем. Это вебинар о новых технологиях в электронном обучении, о новой стандартизации, новых стандартах, как их использовать и что они дают производителям контента и тем, кто этот контент собирается использовать в обучении. Ну вот, собственно, и все. Последнее объявление о том, что, как всегда, презентацию можно скачать по ссылочке в окне ресурсы, который располагается справа от презентации. Если это окно не включено, включите его, пожалуйста, по кнопочке с изображением открытой папки в правом верхнем углу вашей вебинарной комнаты. Ну и последнее объявление, что все присутствующие здесь получат электронные сертификаты. Вам на почту придет уведомление с ссылкой. По этой ссылке надо будет перейти и зарегистрироваться на ресурсе. И там откроется ссылка на скачку вашего именного электронного сертификата, который... полноценный сертификат. Его можно будет распечатать на цветном принтере и он будет иметь стандартный вид сертификационного, хороший, нормальный сертификат. Единственное, что я хотел бы сказать, что тем, для кого важен сертификат, я хотел бы заметить, что надо зарегистрироваться вот сейчас на вебинаре под своим полным и правильно написанным на русском языке фамилией, имени и отчества. Не в транслите, не с сокращениями и так далее. Потому что то, что написано сейчас, как вы зарегистрировались, так и будет в сертификате. Ну, а теперь спасибо за внимание. И я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Татьяне Телегиной, для того, чтобы она перешла к сегодняшней нашей теме, что надо знать, чтобы опубликовать статью в Scopus Web of Science в нашем цикле «Школа научной публикации». Татьяна, жду вас на связи. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала давайте проверим ту же связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно и видно рабочий стол. Спасибо. Отлично. Маленькое дополнение. Спасибо, коллеги. Маленькое дополнение к тому, что сказал Павел Юрьевич по поводу получения сертификатов. Я бы еще хотела добавить, пожалуйста, при регистрации на наши вебинары, если вы заинтересованы в том, чтобы получать сертификаты, указывайте, пожалуйста, еще помимо своих данных и адрес действующей электронной почты, потому что ссылка будет приходить на нее. Не забывайте, пожалуйста, про это делать для того, чтобы иметь возможность получить сертификат. Ну и переходим к нашей сегодняшней теме. По поводу публикации статей у нас уже несколько вебинаров на эту тему состоялось. Те, кто на них был, помнят. Мы разбирали разные детали, разные вопросы, касающиеся оформления публикации, что писать, как писать. И на часть главных вопросов, которые перед нами встают, когда мы задаемся вопросом публикационной активности, что, как, где и сколько, на два первых вопроса мы практически на предыдущих вебинарах уже ответили. Поэтому подробно на них останавливаться не буду, но где-то сегодня мы их все равно будем затрагивать. Все переплетено, никуда от этого не денешься. Для тех, кто был, напомню, для тех, кого не было, немножечко сориентирую в этих вопросах. Ну вот ответ на вопрос, что писать и частично как писать. Есть замечательные, у нас прошли серии вебинаров и есть два замечательных курса, в которых ответы на эти вопросы можно получить. На слайде я вам эти ресурсы привожу. Ссылочки действующие, ссылочки есть. Кстати, по поводу ссылок, то, что воспроизведено на слайде, это ссылки рабочие. Но если вы хотите получить ссылку в чат, пожалуйста, пишите буковку «С» и «плюсик». Просылку тогда я ее вам в чат еще продублирую на всякий случай, если это кому-то будет нужно. Значит, по приведенным данным. Хорошо, спасибо. Значит, первое дублирую, коллеги. Это первая ссылка. Это ссылка на вебинар Александра Николаевича Гущина «Методика написания научных статей. Часть первая». Обращаю ваше внимание, это еще не все. Ждем от автора вторую часть с нетерпением. Очень подробно он рассматривал именно, прошелся по структуре написания научных статей. Что там должно быть, как это писать, очень подробно было рассмотрено. Поэтому на этом вопросе я останавливаться не буду. Лучше посмотреть вебинар в записи и что-то полезное для себя тоже сделать. Но так как часто мы пишем статьи не просто так, а по результатам проведенных исследований, а результаты проведенных исследований – это чаще всего часть наших диссертационных исследований, кандидатских или докторских, то очень вам рекомендую два курса. Доктор экономических наук, доцент Наталья Мадестовна Лукачевой. Называется вот так, диссертация в стиле рок-н-ролл, действительно, искрометный курс. Рекомендую посмотреть второй и пройти. Второй курс доктора экономических наук, технических наук профессора Сергея Григорьевича Селиткова, «Дидактика диссертационного исследования». Здесь он больше перекликается с вебинаром Александра Николаевича Гущиной и больше внимания уделяется именно методике и дидактике написания. Как работать с гипотезами, как зарабатывать проблему, как проводить исследования, как это все оформлять. Здесь мы тоже с ним очень сильно перекликаемся. Вот у него больше вот такой фокус внимания. Поэтому, если есть вопросы по этой теме, пожалуйста, вот курс Сергея Григорьевича Селиткова. Где взять, где посмотреть эти курсы? Вот ссылки на них и на другие полезные ресурсы, которые находятся на портале Директ Академии, могут быть полезны нам при подготовке публикации, при написании диссертационных исследований. Ссылка здесь приведена. И чуть позже, в конце вебинара, я еще раз вернусь, мы про это более подробно поговорим. И записи наших с вами прошедших вебинаров. Одну я вам ссылочку тоже сейчас скину. Это вебинар наш предыдущий по стандартам научных публикаций, по стилям, которые мы разбирали в прошлый раз и смотрели. Да, вот эта вот ссылочка на вебинар есть. Остальные вебинары можно посмотреть по ссылке, записи вебинаров от университетской библиотеки онлайн и от портала Директ Академии. Чуть позже, в конце, я еще раз повторю эти важные моменты. Ну и кратко вспомним. По стилям, записи вебинара по международным стилям оформления я вам уже дала. Восемь стилей чаще всего используются при публикациях в западных изданиях, в зарубежных журналах. И чаще всего, конечно, это гарвардские стили, но и с остальными мы тоже можем столкнуться с требованиями. И на прошлом вебинаре я вам давала и ссылки на сайты, где расположены эти ресурсы, действующие ссылки на сайты, и также действующие ссылки, где это было, конечно, на рекомендации, на методички по оформлению работ. Вот. Поэтому, если вдруг вы при публикации в зарубежном издании столкнетесь с требованием оформления в каком-либо из этих стилей, посмотрите, возьмите на заметку наш прошлый вебинар. Эти ссылки вам помогут быстро сориентироваться и быстро найти нужный учебный материал, не тратя при этом времени. Это ответ на вопрос последний. Сколько мы тратим не только финансы, но мы тратим и свое время. Вот, чтобы сократить эти затраты, я вам такой в прошлый раз вебинар сделала. И, кстати, эти оформления в этих стилях, по этим стандартам, они касаются не только оформления референсис, то есть списка библиографических источников цитируемых, и оформления ссылок, но и в некоторых случаях они касаются оформления самих статей, и подробно написаны полные методические рекомендации по каждому из стилей, который принят в данном научном издании. Поэтому это для нас важно. И еще одно маленькое дополнение к прошлому занятию, к прошлому вебинару. То, о чем рассказывал нам и Александр Николаевич Гущин на своем вебинаре. Вот такая небольшая формула стандарта научной публикации, структуры научной публикации, которая слышала такое от студентов, немножечко, может быть, не совсем грамотно, правильно звучит, но зато хорошо запоминается. Им рад любому диссертанту Камраду. Впервые статьи в этом формате стали появляться в конце XIX века, и сейчас это уже стало таким общепринятым стандартом академических журналов, любых академических журналов, и этим же требованиям следуют не только зарубежные издания, но и российские журналы. Строго обязательным стандартом оформления научных публикаций эта схема не является, скорее носит некий рекомендательный характер, так как есть и различия в требованиях, и сильная зависимость от предмета исследования, от предмета изучения, от конкретного журнала, но в целом из-за своей такой оптимальности, оптимального соответствия логики и структуры изложения материала в научной публикации, в основном он принят в академических журналах и российских и зарубежных. Здесь все понятно. Первое введение, описание и обоснование выбора методики, полученные в ходе проведенных исследований, результаты, их анализы и комментарии, и некая полемика по поводу результатов. Про полемику, кстати, очень рекомендую вебинар Александра Николаевича, посмотрите, он там очень много внимания в этом не уделял. И публикации научных статей, которые должны отвечать требованиям вот этого международного стандарта, они и предъявляются к журналам, к публикациям, которые мы хотим опубликовать в Скопс или в Эпофф Сайенс, естественно. Ну, естественно, язык международного сообщества английский, и вот этот общепринятый формат. Ну, вкратце мы вспомнили, что и как, про оформление ссылок и референсис мы тоже достаточно подробно говорили на одном из прошедших вебинаров. И осталось два у нас больших вопроса, где и сколько. Про выбор издания мы тоже начали говорить на прошлом вебинаре, сегодня рассмотрим это немножечко поподробнее. Также напомню вам, что пять вопросов, на которые нам нужно ответить, пять шагов, которые мы должны осуществить, прежде чем принять решение, в каком журнале будем публиковаться, что нужно проанализировать, что нужно посмотреть. А вот где это посмотреть и как это сделать быстро, мы сегодня с вами рассмотрим. Еще один важный момент, на который обращаю ваше внимание. На прошлом вебинаре мы тоже о нем говорили. Ну, еще раз акцентирую. Выбор научного журнала, оценка политики журнала, третий шаг. Обязательно возьмите вот эту вот ссылочку с материалов, которые будут у вас. Это очень важная составляющая, важная составляющая любого процесса публикации, это публикационная этика. Вот этот ресурс Шерпа позволяет выйти на открытый материал. Чаще всего журналы публикуют их в открытом формате, вот это свои этические положения. И их хорошо бы знать еще до того, как вы примете решение о публикации данного журнала, чтобы готовить материалы уже с их учетом. Эти правила будут срабатывать на каждом этапе подачи и подготовке материала до его выхода в свет и после. Поэтому их хорошо бы знать. Ну и вопрос, который мы задаем себе, прежде чем принять решение о выборе журнала, а в какой базе данных должен он индексироваться. Сначала выбираем базу данных, потом выбираем уже журнал. Так, Татьяна Анатольевна, я увидела про ссылочку. Не все ссылочки, к сожалению, я могу прямо сейчас сразу скинуть. Я ее беру себе на заметку. Это, наверное, касается ресурсов по публикационной этике. В конце вебинара я вам ее пришлю обязательно. Спасибо. Скопус или веб оф сайенс. Для этого, для того, чтобы правильно совершить выбор, сначала база данных, помним, что индекс цитирования – это и есть сама база данных. Хорошо бы знать некие сведения о них. В историю углубляться не буду. Мы просто посмотрим, чем эти базы схожи, чем они различаются. Общее у них то, что обе платные и достаточно сильно платные, поэтому полный доступ к базе данных и веб оф сайенс из Кокуса насуществляется по подписке. Единолично мы эту подписку вряд ли с вами сможем купить. Но в ВУЗах, например, чаще всего эти подписки существуют, поэтому доступ с компьютеров ВУЗа он осуществим. Мы можем с ними знакомиться. На странице авторизации веб оф сайенс интересная фраза мне попалась, что вход с удаленного компьютера для клиента этой базы возможен, а клиентом можно стать, то есть наша организация имеет подписку. Удаленный доступ для клиента возможен, если незадолго перед этим осуществлялся вход в базу данных с компьютера организации. Но вот насколько это недавно, к сожалению, пояснено там не было. Два часа назад, пять минут назад, три дня, неделю, непонятно. Для клиентов такая услуга есть, поэтому если у вас в ВУЗе есть подписка на веб оф сайенс, поинтересуйтесь по поводу кодов для удаленного доступа со своих компьютеров. Если подписки нет, то вряд ли мы в полной мере этими базовых данных сможем воспользоваться, но тем не менее они нам могут очень сильно помочь при составлении списков журналов, при анализе, при получении статистических данных для выбора изданий, в котором публиковаться. Это сделать можно. Как это сделать, я вам сегодня покажу. Ну и чем отличаются эти две базы? Веб оф сайенс, компания Thomas Reuters, разрабатывается и предоставляется, базируется на поисковой платформе веб оф нолледж, объединяет реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентах, в том числе и базы, которые учитывают взаимоцитирование и публикации. На платформе есть встроенные возможности поиска, анализа и, что для нас немаловажно, управление библиографической информацией, это может быть полезно, когда мы работаем с большим количеством источников. в составе где-то около 13 тысяч журналов и около 148 тысяч материалов различных конференций, круглых столов, колонки, симпозиумов и так далее. То есть достаточно обширный материал предоставляется, в разных источниках по-разному, где-то пишут, от 12 до 13 тысяч, немало. По пяти направлениям, по пяти областям науки собирается информация, это естественные и, что важно, гуманитарные и общественные науки и примерно разделяются они в процентном соотношении примерно по уровню. Включает в себя пять баз данных, это основа веб-оф-сайенс, пять индексов сюда входят, сайенс-сайтейшн, это индекс цитирования по естественным и точным наукам, технические, медицинские журналы, естественно, научные, достаточно большая база, около 8,5 тысяч изданий по более чем 150 дисциплин. Сошел сайенс, это индекс цитирования по социальным наукам, это экономика общественной науки, тоже где-то две с половиной тысячи журналов и примерно 50 дисциплин. есть издания по социологии, по бизнесу и коммуникации, вот они входят в этот второй индекс social science, arts and human association, индекс цитирования по искусству и гуманитарным наукам, более 1700 журналов, по-моему, сейчас больше, около 2000, и археология, архитектура, все виды искусства, религия, история, философия, все это входит в этот индекс. И мультидисциплинарная база данных отдельная по материалам конференции, колокинов, круглых столов, вот эти самые 148 тысяч, и база данных индексирующая монография, тоже интересный момент, который есть в App of Science. Ну и процентное соотношение распределения по наукам примерно следующие, примерно поровну, да, где-то 20, около 30, 40 процентов в блок естественных наук попали науки медицинские, биология, науки о земле, где-то 15-18 процентов составляют. Значит, скобус, это то, что касается в App of Science, скобус, здесь количество более значительно, около 20 тысяч научных журналов, 5 тысяч научных издательств мира, включая где-то около 200-300 российских журналов на сегодняшний день, и около 13 миллионов патентов от Японии до США, включая страны Европы. Ну и также собирает материалы научных конференций. В отличие от разработки и поддержки издательства Elsevier, и в отличие от Web of Science, в скобус нет издания, не включает и не рассматривает, не индексирует издания по гуманитарным дисциплинам и искусствам. И по социальным наукам, по общественным есть, а вот по социальным процент гораздо ниже, больше он ориентирован на естественные и технические науки, социальные всего составляют в доле социальных наук где-то 17%, поэтому при выборе журнала, где публиковать свою статью, соотноситесь с тем, на какую тему вы пишете. Подойдет ли вам скобус или все-таки стоит обратиться в Web of Science. Базы данных и Web of Science и скобус не содержат полных текстов статей, включают в себя только списки библиографических ссылок, которые встречаются в каждой публикации, и это позволяет нам в полной мере и в краткие сроки получать самую полную библиографическую информацию, собирать библиографию по интересующей нас тематике. Это важно и на этапе проведения исследований, и на этапе подготовки материалов для публикации, и на этапе самой публикации. Однако эти базы данных содержат ссылки на полные тексты источников, ссылки есть, и посмотреть их можно только при условии наличия подписки, либо открытого доступа к этим статьям, чаще наличие подписки. обе базы важны для профессорства преподавательского состава, для повышения индекса цитируемости не только личного автора, но и организации, если мы говорим о вузах. 19 июня 2012 года был утвержден примерный список критериев общероссийской системы оценки эффективности деятельности высших учебных заведений и одним из направлений, одним из критериев является количество цитирований веб-оф-сайенс, это пункт 2.1, и пункт 2.4, это количество цитирований в скопус, в единицах за предыдущий год. Поэтому для преподавателей, занимающихся научной деятельностью, пишущих диссертации и работающих в УЗИ, публикация в этих базах данных, в журналах, которые индектируются в этих базах данных, это выполнение одного из пунктов проверок, оценки эффективности не только автора, но и оценки эффективности высшего учебного заведения. Авторитет этих международных баз признан научным сообществом России, но не только этих, есть и другие базы научного цитирования, поэтому если вы не работаете в УЗИ, не являетесь сотрудниками и преподавателем, но хотите, чтобы ваша статья индексировалась в базах научного цитирования, но и не пишете диссертацию, а занимаетесь наукой, то вам могут подойти и другие базы. Кстати, для тех, кто пишет диссертацию, тоже можно попробовать с них научиться и затем уже переходить на скоп в Web of Science. Первая база EGRES, это международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям, глобальная база данных, как видите, более 7 миллионов библиографических записей, находится в ведении ФАО, продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН, и где-то 80-80% записей это цитата из научных журналов. Ссылочка здесь тоже есть, она действующая, можно перейти, посмотреть на сайте условия и воспользоваться условия публикации и воспользоваться этой базой данных, посмотреть, какие журналы входят в нее. Значит, геориф, библиографическая база данных. Ага, так, это кто-то поставил, я так понимаю, попросил ссылочку на сельскохозяйственную базу. Сейчас я попробую вот так сделать. Сейчас я вам опубликую. Сюда. геориф это база данных по географической, мировой литературе по геологии и геологическим наукам. ссылочку тоже на всякий случай кину, вдруг кто-нибудь попросит. Содержит библиографическую информацию, рефераты и индексируемые термины. И по ним можно проводить поиск и по библиографическому описанию документов, по терминам индексирования, по рефератам, по информации, которая была получена на конференциях. И еще один интересный пункт обозначен в этой базе данных, что поиск можно проводить по координатам географических карт. Так что такая интересная база данных. еще еще одна база, которая является подразделением химического общества. химическая реферативная служба. Издает реферативный журнал Chemical Abstracts. Содержит информацию о публикациях во всех областях химии, химической технологии, биохимии и смежных отраслях знаний. Поэтому для смежников тоже может быть интересен. Собирает информацию начиная аж с 1907 года по настоящее время. Но в электронном виде доступна информация только начиная с 2005 года. Но тем не менее достаточно большой период, в который можно обращаться. Ну и самая простая база это Академия Google русифицированная поисковая система, которая обеспечивает полнотекстовый поиск научных публикаций рецензируемых журналов. Причем крупнейших научных издательств Америки и Европы можно искать рефераты, статьи, книги, диссертации, рецензии и так далее. Академии Google поставьте пожалуйста минусик кто не пользуется или не пользовался никогда. Коллеги, кто не пользовался, очень рекомендую этот ресурс. Штука очень простая и полезная. Преимущество в том, что она русифицирована. Ссылочку на Google на Академию Google поисковик очень простой. По ссылочке заходите и у вас прям освечивается сразу поисковый что вы ищите. Поисковый поле для ввода ключевых слов для поиска искать можно по ключевым словам по названию журналов. Я вот пробовала вчера очередной поиск проводила по ключевым словам. Социальная социальная работа и просто вводить он вам выдает все. Дальнейшую выборку можно делать здесь удобное. Слева удобный функционал можно делать выборку по годам да ну и дальше там тоже есть по ключевым словам когда вы вводите он у вас дает запросы расширенный запрос можно оформлять и очень хорошо выводит информацию что здесь есть особо хорошего он не просто выводит ссылку он показывает нам аннотацию вот благодаря своей функции цитируется в академии google предоставляет доступ к аннотациям статьи в которых процитирована рассматриваемая статья или есть ключевые слова вот когда по ключевым словам ищите вот он выдает где в аннотации есть эти ключевые слова которые запросы которые вы ввели поэтому очень легко делать первую выборку выбирать те статьи которые нам необходимо посмотреть и для формирования библиографии и для подготовки публикации это очень хорошая функция плюс еще одна удобная вещь если есть в открытом доступе эта статья он дает на нее ссылочку вот например вот эта вот статья она опубликована на киберлининге и прямо отсюда можно из академии google выйти и посмотреть прочитать ее в пиберлининге полный текст статьи вот это конечно очень удобно и значительно экономит время и именно вот эта функция цитируется в и доступ к аннотациям в частности обеспечивает индекс цитирования который ранее был доступен только в скокус или в эпохсаймс и академия google представляет больше интерес чем скокус или в эпохсаймс с точки зрения реальных показаний цитируемости для русскоязычных авторов то есть если вам нужно повысить свой индекс цитируемости то академия google это как раз очень удобная база это сделать ну и взаимоцитируем тоже в нее включено максимальное количество научных журналов на русском языке поэтому для нас это тоже такой полезный интересный и самое главное доступный бесплатный ресурс пожалуйста берите пользуйтесь очень хорошая и простая вещь но все-таки вернемся к нашим зарубежным изданиям и зарубежным журналам где и как найти журнал как понять стоит ли в него тратить время и силы оформлять публикацию это можно сделать очень тоже легко и просто не сложнее чем в академии google если знать путь ну начнем со скопуса почему именно с него во-первых он более открыт чем в опов сайенс и больше информации есть в открытом доступе хотя мы говорим что это тоже платный платный сервис платный ресурс и требуется подписка все-таки больше информации можем получить и там в скопус индексируется большее количество журналов чем в опов сайенс и что самое главное все ведущие журналы из в опов сайенс они индексируются и в скопус поэтому логичнее начинать поиск отсюда тем более что ресурсы этой базы в части перечня журналов рейтингов дополнительные информации они более доступны и открыты чтобы облегчить себе жизнь и сократить время на поиск нужного журнала хорошо воспользоваться вот такой вот надстройкой это аналитическая надстройка над скопус которая позволяет нам осуществлять быстрый поиск коллеги есть те кто не пользовался этой надстройкой для осуществления поиска журналов поиск опус угу тогда ссылочку я вам сразу сюда продублирую берите ее себе это вот прям вход вход в эту поисковую надстройку когда вы по ссылке переходите открывается вот такая вот простая совершенно простая страница простой поиск и здесь мы можем действовать двумя способами если мы знаем название журнала его идентификационный номер и ССН или хотя бы часть названия журнала мы можем воспользоваться простой поисковой строкой но я вам рекомендую воспользоваться вот этой функцией journal ranking с лево вверху и мы попадаем сразу на список всех журналов уже с приведенными данными можно смотреть все подряд или сделать выборку которую позволяет осуществить поисковые функции на этой странице где-то настройка в самом скопусе это надостройка к скопусу Анна Викторовна в самом скопусе по ссылке можно перейти это как поисковый сервис для скопуса поэтому на сайте там скорее всего будет ссылка стоять на этот сервис поэтому на самом сайте вы можете видеть да конечно при наличии подписки без подписки Михаил Павлович вот в чем преимущество этого сервиса что без наличия подписки с домашнего компьютера с удаленного доступа ну при нормально работающем интернете вы вот этим поисковым сервисом вот этой вот аналитической надстройкой спокойно можете воспользоваться и спокойно можно осуществить выборку нужных журналов посмотреть информацию то есть я вам сейчас всю информацию показываю самые простые способы которые можно осуществлять без подписки не являясь клиентом скопуса или веб оф саймс как получить первую информацию для принятия решения в какой журнал публиковаться или собрать библиографию по тематике своего исследования можете дать просто эту ссылку Анна Викторовна если вы рекомендуете эту настройку аспирантам вы просто даете эту ссылку для этого в скопус входить не нужно прям по ссылке можно перейти на этот поисковый ресурс ну и дальше пользуемся поисковыми функциями здесь я вам тоже такую краткую шпаргалку привела выпадающие списки помогают нам уточнить тематические рубрики по категориям вот местонахождение журнала издателя можно опустить если какие-то геополитические признаки для вас не важны для вашей выборки вот обязательно лучше выбирать ну во-первых информация более свежая во-вторых активно живущие и здравствующие ныне издания в скопус она вам покажет на что обращаю ваше внимание что нужно здесь еще смотреть вы это наверняка уже отметили два индекса индекс Херша и индекс SGA это те самые индексы которые показывают авторитетность и уровень цитируемости издания в базе скопус если мы говорим об индексе Херша то это уже намек нам на наличие этого журнала в базе данных индексации этого журнала в базе данных Web of Science индекс SGA он очень широко используется в научно-мировом сообществе так как в него заложено несколько принципиальных показателей по цитированию в принципе для нас это не очень важно какой из индексов мы выберем но все-таки рекомендуется ориентироваться на SGA и все мы можем выбрать обновление страницы когда ввели свои поисковые данные да и еще здесь есть и посмотреть список который у нас получится он уже в урезной мидии еще одна вещь которая здесь показывается чем удобна эта настройка вот этот зеленый квадратик Q1 да здесь Q1 Q4 вот это вот те самые квартели журнала квартели это категория научных журналов которая определяется библиометрическими показателями и отражает уровень цитируемости то есть показывает востребованность журнала научным сообществом по импакт фактору для баз данных Web of Science или по SGR для базы данных Скокус проводится ранширование по степени убывания журналов и полученный список делится на четыре равные части вот отсюда берутся вот эти квартели в результате каждый журнал попадает в один из четырех квартелей самый высокий единичка самый низкий это четверочка ну соответственно если мы начинаем только-только свою публикационную активность то лучше обращать внимание на то что пониже пролистать странички вот эта система квартелей она позволяет объективно оценивать качество или уровень журнала вне зависимости от его предметной области Анна Викторовна настройка видимо появилась давно но не все не все про нее знают как то что это можно делать из свободного доступа как определять квартели зарубежных лицензированных журналов нам это в принципе не очень необходимо для нас достаточно информации которая есть если кому-то это будет нужно как дополнительная информация ссылочку я вам сейчас дам на где это можно сделать интерфейс там интуитивно понятный и в принципе сознанием английского языка мы сориентироваться очень легко при поиске журнала нас в первую очередь интересует название журнала принадлежность к стране вот то что мы на этой страничке который у нас сейчас открыт на слайде отмечаем рейтинг по цитируемости авторитетности издания и из списка обновляем список выбираем наиболее подходящий под тематику статьи журнал и отсюда же мы переходим на страничку описания журнала чем она интересна во первых дает все сведения краткие сведения о журнале показывает его импакт фактор индекс цитируемости и большое количество статистических аналитических данных графические отчеты о цитируемости публикационной активности самого издания то есть мы можем принять решение на основании этих данных стоит ли там публиковаться как узнать входит ли этот журнал и убедиться на сто процентов индексируется ли этот же журнал в сайт в отличие от скопус там платный доступ есть несколько способов как узнать это вполне легально ничего не взламывая и не нарушая ну во первых отсюда же из этой же надстройки из найденной информации вот я вам специально отметила в конце описания есть вот такая ссылочка мы можем перейти по ней попадаем на сайт самого издания зарубежного и здесь мы можем взять информацию которая нам нужна во первых здесь уже указывается импакт фактор за пять лет это уже дает представление о том что в сайт он индексируется ну еще важная для нас информация период публикации частота периодичность публикации если мы все-таки хотим убедиться на все сто процентов что все-таки этот журнал индексируется в попсайенс вот эта вот строчка берем номер и ссн только обратите внимание в некоторых изданиях есть номер электронного издания и есть номер обычной печатной версии берите печатную версию копируем номер ссн без аббревиатуры только сами цифры ну и если здесь есть буквы их тоже а затем переходим на сайт в томас рейтерс тоже такая надстройка мастер журнал лист в которой можем осуществить поиск по и ссн либо по названию журнала ссылочка я вам тоже даю это индексация в попсайенс и он нам выдает уже информацию о журнале действительно ли он индексируется в попсайс только пожалуйста используйте номер эссн если вы введете номер электроны электронного издания эссн то он вам выдаст вот такую вот вещь не срабатывает либо просит ввести название издания выдает ошибку для всех не для всех журналов не знаю но с некоторыми у меня так получалось что не выдает ошибку поэтому лучше использовать эссн после публикации в зарубежном научном журнале автор обычно высылает ссылку на что еще следует обращать внимание и что важно знать при выборе издания если у него номер дои после публикации в научном журнале присылается ссылка на постоянный адрес размещения статьи и описание библиографической ссылки в соответствии с исо 26 324 идентификация статьи опубликованной в электронном научном журнале осуществляется только на основании ссылки на постоянный адрес размещения и номера дои статьи электронных журналов без дои научным сообществам не признаются могут не признаваться и международные системы цитирования могут не принимать электронные журналы которые не имеют дои только наличие этого индекса гарантирует постоянную идентификацию в электронном журнале если вы задумаете печататься в электронном научном журнале обращайте внимание чтобы дои у них было иначе может получиться лишние затраты времени и усилий и ноль результата что еще здесь есть полезного постоянно обновляемый список русскоязычных сайтов индексируемых русскоязычных журналов индексируемых web of science вот по этой ссылочке последнее обновление было на ноябре 16 года за такие же списки есть и на скопу за ними следить обязательно нужно журналы лишаются очень часто добавляются новые и некоторые журналы лишаются возможности индексации в базах данных я эту ссылочку я вам тоже скидываю пользуйтесь пожалуйста и отслеживайте отслеживайте актуальность журналов в базах данных причем вот скупус в феврале по-моему проводил такую чистку рядов огромное количество сайтов журналов было либо левых выявлено которые никогда не имели индексации в скопус но где-то информации посредников они появляются либо были лишены такой возможности и статьи которые были поданы и опубликованы в этих журналах в январе 17 года они как бы не индексируются в этой базе данных поэтому лучше следить за этим вопросом периодически если вы помекутесь в зарубежных изданиях либо собираетесь это делать отслеживать пожалуйста эту информацию ну и последний вопрос сколько а не сколько сколько это стоит времени сил достаточно много по деньгам по финансам большинство авторитетных высокорейтинговых журналов издается крупными медиакорпорациями даже если на обложке стоит название университета то это скорее всего место расположения научной редакции и возможно бренд чаще всего используются две бизнес схемы это классическая и open access открытая схема журнал может либо целиком базироваться на одной из них а может сочетать их обе поэтому в требованиях и в условиях публикации обращайте пожалуйста на это внимание какая бизнес схема действует в данном журнале классическая публикационная бизнес схема строится на том что публикацию за публикацию целиком платит читатель или сам лично покупает нужную статью или пользуется подпиской на журнал подпиской оформленной университетом стоимость достаточно высокая высокорейтинговых журналах может доходить стоимость доступа к одной статье может доходить начинаться от 40 долларов а стоимость подписки где-то в среднем от 500 долларов при таких условиях издатели и редакторы заинтересованы подписчиков соответственно они заинтересованы отбирать публикации только очень качественные статьи которые будут цитироваться и хорошо раскупаться в этом есть плюс чаще всего это журналы из первого квартала частично из второго но подтверждение качества научных публикаций и материалов данного журнала есть и минус можно годами стоять в очереди чтобы опубликоваться в этом журнале для читателей доступ слишком дорогой зато качественный можно ли быстрее и дешевле для этого существует схема открытого доступа здесь ускоренная редактура и рецензирование в некоторых случаях в некоторых остальных она может отсутствовать публикуется для читателей это бесплатно бесплатно размещение статьи для скачивания например на сайте журнала а вот издательские расходы в этом случае возмещает журналы сам автор причем обратите внимание там где речь идет о деньгах это деньги не об оплате самого факта публикации а о предоставлении открытого доступа к статье для читателя вот это принципиальная позиция открытых бизнес схем и многие журналы соблюдая чистоту процедуры могут предлагать автору выбирать в каком режиме будет опубликована статья но делается это только после того как прошли все процедуры рецензирования одобрения и на самом последнем этапе журнал подтверждает что он готов публиковать статью только в этом случае может идти обсуждение вопроса о финансах взнос 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 для открытого доступа есть разные оценки и разные журналы это может быть полторы тысячи долларов это может быть две тысячи евро на стадии экспертизы и подготовки публикации что от вас могут потребовать и попросить оплатить это может быть оплата рецензирования редактирования если вы этим не занимаетесь какие-то правки и корректурные издательства использование в статье например цветной печати если это не предусмотрено условия и все это без гарантии что статья будет в конечном счете включена в список публикуем вот к этому надо быть готовым и очень внимательно при переписке с издательством обращать внимание на эти вопросы по срокам как быстро или как долго идут ответы быстрее всего отвечают из редакции открытые схемы не включенные в международную систему цитирования где-то в районе 2-4 дней и скорее всего статья в текущем месяце уже будет опубликована из журнала пользующегося открытой схемой но включенной в международную систему цитирования ответ может идти до 3-х месяцев много заявок процедула рассмотрения рецензирования более сложная длительность связана еще с многочисленностью заявок кроме того можно использовать третий способ третью схему для исследователей особенно для начинающих это так называемый метод автодепонирования self-archiving выкладывать свои работы в онлайн репозиторию или такое хранилище пример здесь приведен это такой репозиторий корнельского университета преимущество автодепонирования немедленный доступ к вашей работе читателей быстрое получение неформальной реакции коллег все это можно сделать в открытом доступе поэтому многие авторы депонируют свои неопубликованные работы ну и опубликованные тоже но с опубликованными нужно вспомнить о публикационной этике и соблюдать условия установленные издателем разрешит он это сделать или нет плюс есть минус онлайн репозитория это всего лишь хранилище и возможность получения неформальной некой обратной связи ну может быть на этапе подготовки статьи это было бы и правильно и интересно получить некую обратную связь для дальнейшего для дальнейшего улучшения статьи здесь не проходят ни какого рецензирования и не индексируются ну вот на этапе работы с публикацией этим ресурсом можно воспользоваться кстати о рецензировании какие критерии рецензирования статьи независимыми экспертами чаще всего используются ну вот эти критерии по которым будет оцениваться статья претендующие на публикацию в зарубежном издании вот я их вам здесь привела на них можно ориентироваться и смотреть в большинстве авторитетных международных научных журналов в частности это издательство Север Спрингер существует система электронной онлайн подачи и рецензирования статей при представлении статьи через электронную систему от авторов требуется иногда указать от 3 до 5 международных экспертов которые могут потенциально осуществить рецензирование вашей рукописи понятно что редакция таким образом не собирает с вас список ваших рецензентов и сама не знает эту информацию подобные требования предъявляются со следующей целью выяснить еще до принятия статьи на рассмотрение и рецензирование насколько автор компетентен в данной области исследований и на какой уровень он претендует предлагая в качестве рецензента того или иного ученого того или иного уровня и очевидно что в редакции ожидает увидеть в числе потенциальных рецензентов наиболее авторитетных специалистов имеющих мировые всемирно признанных имеющих публикации по обсуждаемому предмету статьи вот для этого нам поисковые системы скокуса веб-саймс тоже в помощь на посмотреть кто и кого можно привести в качестве таких потенциальных рецензентов этапы рассмотрения статьи в зарубежном журнале их 8 на трех из этих этапов при принятии редактором решения может быть либо одобрение вашей статьи либо продолжение процедуры либо прекращение сотрудничества значит чего не любят в зарубежных изданиях ну во-первых не забываем про антиплагиат про заимствование во-вторых не любят повторения материалов куски своих предыдущих работ из уже опубликованных статей вставлять в новые статьи либо только самоцитирование повторяться не очень сильно не рекомендуется и очень не любят веерную рассылку да спамить зарубежные журналы своими рукописями не следует поэтому этап выбора журнала или журналов для публикации хорошо убираем пожалуйста вот выбор журналов очень важен если все-таки вы ну понятно что не зная окончательного результата будет нас здесь публиковать или нет мы можем отослать материалов несколько издательств но при этом опять же следуя публикационной этике предупреждайте издательство что материал отправлен не только им потому что в случае принятия положительного решения вы должны очень быстро изъять материалы от других изданий и предупредить эти издания оповестить их о том что ваш материал был принят к печати к публикации но лучше таких вещей спамом лучше не заниматься этого очень любят в срубежных серьезных изданиях такого какого-то черного списка наверное у них не существует но на карандаш могут взять поэтому на это обращайте внимание еще один момент на который стоит обращать внимание при выборе журнала даже вот посмотрите второй пункт оценка соответствия вашей статьи профилю издания вот на это тоже обращайте внимание куда вы публикуетесь что это за издание где оно издается и насколько формулировка названия вашей статьи будет интересна читателям и данного издания и с учетом требования смотрите к рецензированию одно из требований это международный глобальный подход 4 снизу вот насколько он отражен в названии вашей статьи вы можете написать очень замечательную статью например о каком-то революционном способе выращивания ананасов и подать ее пускай в журнал 4 квартеля издающийся где-нибудь на Кубе или в Малайзии но готовый принять вашу публикацию к рассмотрению и там больше шансов опубликоваться но если ваша статья будет называться да революционные способы выращивания ананасов в условиях вечной мерзлоты вряд ли она будет интересна этим издателям не забываем что все-таки издание научной литературы это в первую очередь издательский бизнес медиахолдинги действует одна формула бизнес есть бизнес ничего лишнего и даже если ваша статья действительно носит революционный характер вот из-за такого регионального ориентирования на такой излишней может быть конкретики ее просто из издательства могут вернуть страшно в этом ничего нет будем искать другие журналы будем искать другие подходящие издания но обращайте пожалуйста на это внимание если у вас какая-то регионально заточенная статья то из научного зарубежного журнала особенно чем выше его авторитет тем жестче требование ее просто могут вам вернуть и завернуть поэтому вот с этим тоже очень осторожно итак коллеги мы с вами приблизились к концу нашей сегодняшней встречи мы разобрали два вопроса где публиковаться и сколько это стоит вспомнили про предыдущие два вопроса что и как и еще несколько полезных ссылок в конце я вам дам и подведем некоторый итог четыре вопроса мы с вами рассмотрели и на предыдущих вебинарах и на вебинарах коллег и в курсах и на нашей сегодняшней встрече есть ли остались какие-то вопросы которые на которые вам хотелось бы получить ответы можно их сформулировать и задать где это нужно сделать я вам сейчас покажу еще раз напоминаю про наши ссылки про полезные вебинары и курсы вот кстати в курсах можно эти вопросы будет и задавать Андрей Александрович на что конкретно нужна ссылка это понимая по эти там Андрей Александрович да на экране есть сейчас я вам еще скину и по стандартам научных публикаций мы когда говорили про эти я вам проводила ссылку где можно посмотреть политику журнала спасибо что напомнили обещала ее дать в конце выполняю обещания по ресурсам где это все можно посмотреть и более подробно познакомиться курсы полезные курсы на портале директ академии связанные и с научными публикациями и с подготовкой диссертационных исследований пожалуйста если еще что-то нужно андрей александрович напишите ссылка приведена здесь и ссылку я вам продублирую еще в чат вот эта страничка на которой образовательного портала директ академии на которой собраны все курсы и по тематике публикации по тематике исследований и все полезное там разные тематики кстати есть вы можете выбрать то что интересует в большей степени вас индивидуальную траектуру ознакомления обучения очень легко простроить когда зайдете на страничку для тех кого интересует вопрос получения сертификатов либо документа установленного образца о курсах повышения квалификации обращайте пожалуйста внимание на что-то у меня теперь стрелочка не берется зацепить ага обращайте пожалуйста в названии информации курса вот такие на вот эту строчку указание количества часов и кпк если вы проходите какой-то курс а здесь есть блиц курсы мини курсы есть подольше есть покороче но доступ при оплате этого курса вы получаете ко всем материалам которые там есть плюс возможность получить индивидуальную консультацию от автора и ведущего курса и плюс вам засчитывается прохождение этого обучения засчитывается как часы к курсам повышения квалификации и по такая накопительная система действует сроков здесь нет как пройдете так и пройдете как только набираете 72 часа вы имеете возможность получить документ установленного образца так что если кого-то интересует повышение квалификации с получением официального документа вот пожалуйста ресурс подойдет плюс еще одна новинка на нашем портале которая снимает очень часто вопрос будет ли запись вебинара и как ее получить в рассылках мы их высылаем обращаю также ваше внимание что в рассылке которая приходит сразу после вебинара там идет ссылка на получение бесплатного сертификата запись чуть попозже и приходит дополнительной рассылкой все рассылки библиоклуба и директ академии смотрите проверять есть вот такой легкий поиск это новинка которая на нашем портале реализована легкий поиск записи вебинаров и различных скринкастов обучающих видеороликов которые есть на нашем портале это видеопилот ссылка на него все в открытом доступе возможен доступ к видеопилоту вообще без регистрации вот по этой ссылке можно найти любую запись вебинара которая представлена это агрегатор записей вебинаров и скринкастов которые с каналов ютуба сама автоматически собирает все записи поэтому все записи вебинаров очень легко здесь найти они распределены по темам вебинар директ академии и вот наши вебинары и новости от университетской библиотеки онлайн поэтому вот этот удобный ресурс которым можно пользоваться даже без регистрации на портале в открытом доступе вот это вот полезные ссылки которыми мне с вами хотелось поделиться то что облегчает нам раз уж сегодня такой поисковый день у нас с вами сложился то что облегчает нашу жизнь не только в скобке web of science но и на нашем портале если будут возникать какие-то вопросы связанные с получением сертификатов с записью с курсами и так далее адрес моей электронной почты здесь есть на слайде можете писать мне а на сегодня мы с вами заканчиваем нашу встречу благодарю вас за внимание если какие-то вопросы остались я еще какое-то время уйду со связи но буду поэтому можно задавать сюда и посмотрю здесь у нас было несколько вопросов вебинар было невозможно да иллина вина участие до 100 человек к записи вебинара будет Марина Валентиновна бесплатные сертификаты мне предлагают оплатить его смотрите Марина Валентиновна бесплатные сертификаты выдаются за участие в вебинарах проводимых библиоклуб курсы и некоторые из вебинаров которые входят в разряд таких микрокурсов или блиц курсов часть может быть платная да и за них действительно может это обозначено в информации за получение сертификатов за них может взиматься небольшая плата 200 300 значит смотрите если смотрите на информацию сейчас вам тоже дам ссылочку на страничку получения сертификатов где вы эту информацию сможете узнать платный или бесплатный сертификат но если вдруг вы столкнетесь с тем что вы хотели получить сертификат за участие в бесплатном вебинаре а он вам выдает пожалуйста оплатите присылайте тоже на адрес моей электронной почты скриншот прям этой странички и указание что у вас что с вас потребовало и что вы хотели получить описание проблемы и обязательно с этим вопросом мы разберемся значит о платности или бесплатности сертификатов коллеги бросаю вам вот такую ссылочку эта страничка для получения сертификатов по вебинарам которые у нас прошли обращайте внимание что написано в зеленом поле платный или бесплатный там где бесплатно просто заходите и получаете ему нужна авторизация или регистрация надеюсь Марина Валентиновна я на ваш вопрос ответила если какие-то сложности возникают опять же коллеги пишите пожалуйста на мою почту Ирина Львовна 3 марта нет не было его перенесли на 10 вебинар по техническим причинам был перенесен мы об этом еще будем говорить да имеющий практический ориентир то что то что можно использовать в своей работе то чем можно воспользоваться Андрей Александрович всегда пожалуйста итак коллеги при классической схеме публикации зарубежного журнала происходит бесплатно в принципе да но Наталья Станиславовна с вас могут то о чем я говорила потребовать некие расходы на рецензентов оплаты рецензирования оплата какие-то дополнительные издательские расходы с вас могут это попросить даже при классической схеме к этому нужно быть готовым единственное что в зарубежных изданиях не требуют оплаты вперед то есть выясняется схема по которой будут работать издания с автором и на основании заключается договор и все все это фиксируется оформляется то есть такого как предлагают некоторые наши посреднические конторы вы заплатите нам а мы гарантированно опубликуем вашу статью в том или ином издании вот этого в зарубежных изданиях нет и никто не гарантирует что за деньги ваша публикация вы заплатите и она точно выйдет вот этого нет пожалуйста вот это помните а так зависит от политики самого издания смотрите политику издания вот ссылочку которая вам дала на публикационную этику там про эти вопросы конкретно у каждого издания у каждого издательства они оговаривают Анна Викторовна можно ли использовать вашу информацию при проведении занятий с аспирантами преподавателями вуза Анна Викторовна можно вебинар бесплатный вот но лучше конечно со ссылкой так 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 Прошу прощения, коллеги, что у меня... Да, выгибли мне из интернета, свернула обратно. Да, я уж испугалась. Увидела вопрос Анны Викторовны. Анна Викторовна, можно использовать, но ссылаться можно, слайды можно, если что-то нужно для проведения занятий с аспирантами и преподавателями, какая-то еще информация можете мне написать, ну, естественно, взаимоцитирование и ссылки сохраняем, откуда мы это взяли. А так, пожалуйста, конечно. Можете ли вы посоветовать проверенные компании для обеспечения качественного приема по цене перевода статьи? Вот так сходу, Алена Викторовна, не скажу. Но вопрос беру на заметку. Ну и все, наверное. Да, Анна Викторовна, конечно, можно, пожалуйста. Для того вебинары и проводим. Фух, все, наверное, с вопросами закончили. Передаю слово Павлу Юрьевичу. Татьяна, спасибо за, как всегда, полезный и интересный вебинар. У меня перед... Вам спасибо. Да, перед тем, как со всеми попрощаться и всех поблагодарить за то, что пришли на наш вебинар, одно небольшое дополнение к тому, что я говорил в начале. Вот мне в течение вебинара пришла информация. Тот вебинар, который я рекомендовал завтрашний, Константин Николаевич Костюка по поводу интернета, он переносится у нас на вторую декаду апреля. Попросил меня спикер перенести в вебинар. Но он обязательно состоится, так что те, кто на него запишутся, обязательно получат свое место на вебинаре. Приходите к нам, и я думаю, что вам будет интересно. Коллеги, а теперь мы с Татьяной с вами прощаемся. Спасибо, что вы пришли. Да, вот, к сожалению, у нас в нашей вебинарной комнате только 100 мест. Возможно, мы когда-нибудь эту проблему решим. Но, к сожалению, тарифы Мирополиса не очень разумные. При повышении 100 человек, там становится уже прогрессивная шкала в тарифах. Но мы подумаем, потому что до сих пор в основном мы укладывались в 100. Лишь некоторые наши вебинары выбиваются за это число. Так что заранее просим извините. Если будете еще записываться на вебинары Татьяны Викторовны, вот имейте в виду, что вот такая ситуация есть на ее вебинарах. И заходите пораньше просто. Тогда будете гарантированно находиться в вебинарной комнате. Еще раз всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Все, всем спасибо и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok